всем привет всем привет повеселее всем привет продолжается рубрика под названием три аккорда но применительно к контенту то есть к тому о чем я буду говорить рубрика можно назвать скорее 33 аккорда то есть речь идет о блюзе который принято считать 3 аккордовой примитивной музыкой ну точнее будет как я уже говорил назвать 33 аккорда не такая уж она и примитивная эта музыка хотя многим кажется что не так начну с самого начала то есть не с позапрошлого века не волнуйтесь 70-х годов прошлого века когда мы ездили на пластиночный толчок покупали пластинки менялись ими у каждого была дома огромная коллекция примерно из 10 а у крутых 15 а то и 20 пластинок это было просто нечто кстати говоря у андрея панова было очень много пластинок больше 20 у свина то есть он был большим меломаном и я уже говорил много раз что и чикаго мы у него слушали и канзас и ес и битлз и все у него это было все это он очень любил ну помимо панк-рока который тоже мы слушали в основном у андрюши ну да ладно в общем на тот момент времени мы были такими продвинутыми людьми и считали себя очень мощными меломанами и огромными знатоками рок-музыки могли ответить на любой вопрос о любой группе тем более что количество этих групп которые было у нас в головах наименование количество наименований всех групп которыми мы оперировали было но в районе там 20-30 наверное поэтому нам было очень просто и когда попалась мне вот эта пластинка рубин травы life 1975 год один из таких продвинутых знатоковского она это типа такой английский джимми хендрикс но ничего интересного пластинка доставки достаточно дешево это не тот экземпляр уже тот экземпляр уже давно-давно канул в лету футинку прости господи ни в какой лету не канул в чьих-то руках находятся других ну я думаю послушал и понял что не так все просто никакой это не английский джимми хендрикса это умопомрачительный гитарист совершенно которого сравнить то в общем то и не с кем параллели с хендриксом конечно существуют они отчетливо прочитываются в манере игры во владении педалью вау вау который как мне кажется никто так не владеет как робин трауэр если говорить о применении педали cry baby то нужно бежать на поклон к робину трауэру и спрашивать а как вы так делаете дорогой робин ну кстати я могу напомнить многим что роберт фриб консультировался консультировался у робина трауэра относительно звука гитарного относительно звукоизвлечения спрашивал как так у тебя получается дорогой робин такой фантастический звук такой бесконечный сустейн безо всяких гитар фернандес с активный с активным сустейном встроенным ну вот то есть даже вот папа фриб интересовался ну я конечно знал уже на тот момент времени что робин трауэр играл в прокл хором записал с группой первые пять альбомов до прокл хором у него была группа пара маунтс в которую пришел гарри брукер и они вместе поиграли потом разошлись травы собрал свою команду брукер собрал прокл хором куда пригласил трауэр и тот пришел и 5 альбомов они вместе записали но музыкальные приоритеты у них были абсолютно разные конечно потому что робин трауэр это отчетливый такой конкретный ритман блюзовый точнее даже блюз блюзовый а точнее даже блюз роковый а точнее даже стиль его не могу назвать не блюзом не блюз роком это стиль робина трауэра хотя он основан конечно на блюзе и в принципе когда мы начинаем слушать кажется что человек играет блюз но так как он блюз не играет никто и не играл у него совершенно какое-то другое мышление музыкальное его не сравнить там не с питером грином если говорить о белых музыкантах не с эриком клептоном не с грином не даже с джоном майлом который мною обожаем я собираю все его пластинки у них очень много джона майла но он более традиционен в блюзе он в блюзе в джазе он понятен а травер не очень понятен хотя и чрезвычайно приятен чрезвычайно его музыка доходчиво никаких таких вот сложности для восприятия нет но когда начинаешь разбирать она она блюзовая но 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 не совсем вот такая поэтому я сказал вначале что 33 аккорда они три там в ритм гитаре там все у него не так то вот это и просто но вот этот альбом он самый понятный наверное самый понятный самый для восприятия простой из всего того что записал робин трава робин трава это вот ого-го ого-го и вот это робин трава и вот это робин трава и вот это вот и все у меня его много я расскажу покажу похвастаюсь с джеком брюсом пара пластинок у него есть кстати вот замечательный альбом вот этот вот seven months с джеком брюсом но речь не об этом речь сначала вот об этой штуке хотя сегодняшний выпуск все-таки вот эта пластинка 2019 года чтобы не думали чтобы робин трава играл когда-то там в стародавние времена в 70-е аля хендрикс и все вот это вот волосатый волосатый рок нет нет не вот 2019 год и это не последний его альбом предпредпоследний двух последних у меня нет пока к сожалению пока еще не дошли наверное кинчев купил то что было в магазинах я узнал с большим удивлением и радостью кстати когда пришел в один музыкальный магазин мне сказали вот есть трава вот этот и вот уже схватил а продавец сказал а еще было три пластинки разных разных лет кинчев приходил забрал он собирает оказывается трава тоже очень любит мое почтение я я константина всегда любил на самом деле и музыку его любил и самого его он чрезвычайно приятен всегда был и вот когда уж я понял что он робин на трава собирает так и вообще вообще красота короче говоря вот это самая такая доходчивая пластинка для тех кто любит led zeppelin deep purple black sabbath джимми хендрикса да хоть и white snake все равно все равно понравится даже даже этим людям понравится рок гитарный бешеный с длиннющими очень красивыми и очень нескучными очень интересными импровизациями с развитием этих импровизаций такое ощущение что дома все это отрепетированное придумано и вынесено на сцену в общем слушать не то чтобы не скучно слушать просто кайфово и я не буду называть группы чтобы никого не обидеть в общем они с этим не сравнятся вот так робин травер life ну банальность да это power trio гитарная power trio робин травер гитара естественно бил лордом ударные и джеймс диор бас вокал диор прекрасный вокалист один из его называют специалисты по хард-року по таким вот этим по вокальным делам хард-роки его называют одним из лучших вокалистов хард-роки джеймс диор вот он вот он такой вот красавец с бас-гитарой ту роллинг стоунт первая песня три с половиной минуты бешеный драйв бешеный ритм все несутся вперед травер чудеса на гитаре сразу показывает с первых же секунд даже не с первых тактов а с первых секунд адское владение конечно край бэби вау-вау педали дикая скорость который не было никогда в прокл хорум где он играл да и dream следующий номер на 8 минут медленная хард-роковая баллада такая которую вот обожают любители таких песен как там soldier of fortune и ей подобных но это покрасивше будет и посложнее поинтереснее музыкальный rock me baby понятно стандарт классический блюз переделанный в блюз-рок здесь и на второй стороне леди лав первые не тут не путать с леди лак до леди лав трехминутный хард-роковый блюз хард-роковый номер заводной akin to it much longer тоже немножко по по помягче и с с гитарным соло проникновенным а лет 4 минуты с барабанным сон длиннющим и little bit of sympathy последние еще одна гитарная заруба но хочется мне все таки вот этот альбом представить девятнадцатый год двадцать третий альбом робина трауэра если я не ошибаюсь двадцать третий до травы рождесят 74 года и играет он так что любому гитаристу электрическому начинающему человек начинает играть на электрогитаре но слушать в обязательном порядке просто в обязательном порядке по тому как человек работает со звуком работает в смысле обработок хотя их у него немного но они очень правильно настроены все по его звукоизвлечению по его фразировки потому как он обыгрывает те самые пентатоники пентатонику точнее как он ее обыгрывает и что он из нее вытаскивает и куда он ее развивает что-то конечно невероятное и как он играет медленно а потом когда слушай слышишь его от играет медленно человек точно каждую ноту играет медленные длинные ноты а потом вдруг оказывается что он играл дико быстро то так затягивает его манера его звук возвращаясь чуть-чуть назад и понимаешь что он играет 16 там до 32 куда-то доходит а он начинал так медленные и так и кажется что все это медленно 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 дайвин был первая песня его любимая на этом альбоме очень убедительно и торжественные аккордовое начало гитарная потом идет в такой в ритм и блюз все уходит но торжественные и весь альбом общем в среднем темпе но здесь он такой средний темп очень убедительный кажется что быстрый так же как его быстрая игра кажется медленной трус трусова из правда или ложь следующий номер очень хорошая песня очень жесткая гитарная но естественно гидро здесь здесь вообще два человека записывали этот альбом травы играл на бас-гитаре и на гитарах всех остальных и пел и барабанщик сопровождал все это дело жесткая песня рифовая с гитарным соло естественно прекрасным и травы несколько раз переписывал ему все время не нравилось как он ее записал хотя казалось бы вещь достаточно простая но эта простота как я уже говорил она очень внешняя и любимейшая моя песня камень к лозу туда и дэй также как называется пластинка камена к лозу туда дэй вот эта красоты невероятный просто медленный блюз но опять таки трауровский блюз не традиционное такое построение блюзова немножко с гармонией там игра происходит и так она пространственно выстроена все время все время звучит железо все время звучит тарелка причем она уведена в глубину и таким фоном создается такое такие небеса какие-то вот такие вот рисуются так это здорово решено с ударными чем не слышно вот этих вот она так она шуршит и когда начинаешь слушать кажется причем это вдали все так панорама выстроена не не справа налево а вот так вот перпендикулярно и вот эта тарелка она сзади звучит а все остальное впереди и и такой объем невероятность создается ну и гитара трауэра очень банальное выражение поет она не поет она звучит она звучит иногда как труба с сурдиной у мэлса дэвиса ну и у других трубачей тоже у других музыкантов но такой удивительный звук когда чистый за обработанный конечно немножко и фленджером там и ревербератором звук гитары стратокайстер вдруг переходит такую жесткость когда гитара как бы без верхов играет но сверху такая тоненькая ниточка верхов еще тоненькая ниточка высоких частот как это добиваться я не знаю не представляю но это происходит и гитара звучит как бы двумя двумя голосами один голос без высоких и сверху голос высокий но это не не это не дублирование партии это это так выстроен тембр так так вот так накручена так накручена здесь так накручена там и так накручена в пальцах что такой вот сурдинный звук чудесный все остальные песни гост песня блюзовая чисто блюзовая с таким гитарным соло которая хочется чтобы не кончалась никогда она так втягивает и так она интересно так она музыкально что к вам заканчивается нужно у ее мая ну почему так случилось в общем каждая песня здесь просто шедевр это песни шедеврально все они все просто на полку золотого фонда робин травер 2019 год coming closer to the day великолепный альбом в копилку лучших альбомов рок-музыки я его поставлю обязательно чего я вам советую и пошел пить пока